Приветствую вас на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетман и, конечно же, моего творчества. Сейчас я вам расскажу, что нас ждет в пост-шоу проекта Холостячка в жизни после проекта. А вы мне напишите в комментариях, какой Холостяк вам нравился больше всего, за кого вы болеете. Во-первых, все пост-шоу Элерт проржал, Леша просидел грустный, потому что это жизнь, он не победил. Но мы узнаем, что Леша, Алексей Трикубенко вернее, будет следующим Холостяком. И он идеальный, он реально хочет семьи. У него идеальная родительская семья, идеальная модель. В него влюбились все девчонки, которые осмотрели Холостячку. Ну и самое интересное, у него правильное понимание Холостячка. Он, конечно же, он ревновал Холостячку, но он понимал, что за ней, как в реальной жизни может ухаживать много парней, так и на проекте, для него это была естественная ситуация. Это то, что не понимали другие Холостяки. Они думали, что раз девушка пришла к ним на проект, то должна быть влюбленная только в них и не имеет права ходить на свидание к другим мужчинам. Имеет. Так как Холостяк встречается с несколькими девушками, так и девушки могут встречаться с кем хотят. С моральной точки зрения, понятно, по условиям проекта не так, но с моральной точки зрения имеет полное право, точно так же, как и парни. Холостячка встречается, у нее много претендентов, и у парней много претендентов. Это жизнь, так бывает в реальной жизни. А вы мне напишите в комментариях, какой Холостяк вам нравился больше всего. Из Холостячки. Откуда я знаю, что Леша будет следующим Холостяком? Да просто я это придумала. Но согласитесь, идея все-таки гениальная. А еще я придумала целую книжку рассказов «Маленькие истории». Заказывайте, буду очень благодарна. Жду от вас в пальчике вверх, и до новых встреч!